Во всех странах отмечается Всемирный день воды. Назовите дату. Возможно, это 17 марта. День воды 22 марта. Теперь пятиклассники школы номер 50 это знают. Как и многие другие интересные факты, связанные с водной средой. Сегодня у них урок воды. Проводит его директор музея компании «Новогор Прикамья» Лариса Стешкова. Школьники узнали, например, что самый крупный болотный хищник в Прикамье – это лягушка. А не цапля или крокодил, как они почему-то полагали. Была очень интересная викторина. Некоторые вопросы, конечно, были сложные, на которые даже я не знаю ответа, хотя я очень люблю читать и много читаю. Сейчас появилось такое желание прочитать больше про водных обитателей, потому что я думала, что я с легкостью отвечу на эти вопросы, но оказалось нет. Это тема, которая меня очень заинтересовала. По словам Ларисы Стешковой, такие уроки сотрудники компании «Новогор Прикамья» регулярно проводят в пермских школах. Цель – расширить кругозор школьников и научить их бережно относиться к воде. Это для того, чтобы в игровой форме ребенок понял, насколько вода важна в его жизни, в жизни общества, в жизни города. В конце урока на память подарки. Каждому книга пермского писателя Владимира Киршина «Кваквабус» или «Страшные приключения детей на Чусовском водозаборе». В доступной для детей форуме там рассказывается о деятельности компании «Новогор Прикамья», о том, что Чусовской водозабор – одно из масштабных сооружений, снабжающих пермяков водой. Я с удовольствием буду читать, потому что обложка интересная. Надеюсь, что сам рассказ тоже будет интересный.